В данном видео мы реализуем следующую программу, которая позволяет отслеживать прогресс выполнения. В нашем же случае у нас просто загружаются данные и мы вводим все это на экран. В данном же видео мы научимся кастомизировать отдельные виджеты Pyke T5 и рассмотрим особенности того, как отдельно можно кастомизировать различные виджеты в зависимости от их типа. Для начала я создал отдельный файл, использовал виджет, после чего я поставил сюда фрейм. Для фрейма использовал следующий CSS код, далее у нас два лейбла. Для кнопки сначала задаю background color, далее border radius, который позволяет сделать плавный переход между этими углами. Далее когда у нас будет заполняться сам прогресс бар, у нас изначально используется зеленый цвет. Для того, чтобы это отредактировать, мы также задаем border radius, для того, чтобы оно совпадало с формой основного объекта. И задаем цвет, используя градиент. Здесь мы также можем настроить новый градиент и добавить его в наши стили. Далее рассмотрим сам код. Я использовал два класса в одном файле, так как не вижу смысла раскидывать по разным файлам, ибо этот проект полностью написан для примера. Так, изначально мы создаем класс интерфейса, создаем экземпляр нашего класса с потоком и обработчик его сигнала, который ссылается на следующий метод. Когда у нас идет цикл от 0 до 100, мы будем передавать в наш сигнал первым аргументом прогресс-инкремент и вторым аргументом степ, шаг нашего цикла. Далее используем следующий код для того, чтобы убрать Windows-рамки, которая у нас находится вот здесь вот, и обработчик кнопки. В данном случае я изначально задаю нашему прогресс-бару значение 0, для того, чтобы каждый раз при запуске у нас он обнулялся. И запускаю экземпляр нашего класса с потоком. Мы используем класс с потоком, потому что если же мы будем обновлять наши данные внутри основного класса, у нас интерфейс просто зависнет. Когда у нас вызывается self-my-signal-emit, мы попадаем в сигнал-хендлер и в качестве value принимаем тип данных лист, то есть вот этот. Если же нулевое значение соответствует прогресс-инкремент, тогда мы получаем текущее значение прогресс-бара и просто увеличиваем его на единицу. Далее, если первый индекс при делении по модулю на 25 будет равен нулю, мы выбираем рандомное значение с данного поля. Это абсолютно фейковые данные, из ничего не подгружается, ничего не проверяется, просто нужно для того, чтобы продемонстрировать работу программы. И после чего рандомное значение мы просто вводим в label 2, который находится вот здесь вот. Также при каждом вызове мы проверяем, не закончился ли наш цикл в потоковом обработчике. Если же вам понравилось данное видео, не забывайте оставлять лайк и подписываться на канал. Если же вы хотите видео на подобную тематику, тогда обязательно оставляйте свои комментарии, так как именно так я пойму то, что нужно продолжать делать текущий формат. Также в описании я оставляю свой курс по PyQ-T5, в котором очень подробно можно углубиться в данную технологию. И также оставляю несколько ссылок по кастомизации виджетов. Не забывайте проявлять свою активность, на этом я с вами прощаюсь.